Весы, приветствую вас на своем канале, меня зовут Ева Лехцер, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на январь 2022 года. Надеюсь, что в год черного водяного тигра выводите легко, без препятствий, каких-либо проблем, ограничений, а на позитиве, воодушевленными и, знаете, такой с новой легкостью. Легкостью к новым переменам, к новым совершениям и новым возможностям. Ну, мы, безусловно, сейчас-то посмотрим, это проверим. Работать сегодня будем старой элизиум снов и теней, и вспомогательная колода у нас это викторианский венорман. Поэтому настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, на получение информации. Будем с вами смотреть и анализировать предстоящие события. Так, общая энергия месяца, что вас ожидает в плане работы, что ожидает по финансам, вопросы здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, арканы перед вами, надеюсь, вам хорошо видно. Поэтому настраивайтесь и будем смотреть и анализировать. Общая энергия месяца, солнце. Ну, что еще можно сказать по солнцу? Отдых, отпуск, воодушевление, восстановление, теплота, радостные события. Для кого-то перемена места, поездка в теплые края. Реализация, новые возможности, построение планов, целей. Потому что, знаете, такая теплота, уют, зона комфорта, радость, появление новых перспектив и возможностей, которых у вас в руках. Понятно, что касаться это может быть абсолютно любой сферы жизни. Но у вас, видите, потузу жезлов. Итак, перспективы, зачатие, деторождение, новые знакомства, новая работа, новые начинания. Для кого-то даже, знаете, как новые страны, в которых вы можете побывать. Потому что здесь зарядиться новая энергия, мотивация, позитив, стремление. Это все то, что вас ожидает уже в январе. Конечно же, поймите, общая энергия месяца может отобразиться не на всех сферах, на каких-то более ключевых. Но, тем не менее, мы с вами посмотрим и остальной событийный ряд. Итак, вопросы работы, сила, шикарная карта. Новые возможности, это как в бой с новыми силами, воодушевлением. Особенно, если вы работаете в силовых структурах, либо вы тренер, либо вы работаете сами на себя, то здесь вам не будет равных. Это то поприще, на котором вы себя сможете реализовать от и до. Это, знаете, как для кого-то новая клиентская база, повышение, новые перспективы, новый событийный ряд, стабильность. Но давайте обо всем поподробнее. Итак, если на данном этапе вы не работаете, вы домохозяйка, вы в декрете, либо вы не работающий пенсионер, есть поддержка, есть на кого опереться, есть по отношению к вам забота, есть новые возможности. И вы можете углубиться во все то, что вас интересует, вас вдохновляет и вас воодушевляет. Если же вы в статусе соискателя, то это как с чьей-то помощью, с чьей-то поддержкой, опираясь на кого-то, получить работу, новые перспективы и возможности. Потому что карта учителя, она всегда сулит стажировку, получение нового опыта, новых возможностей и реализацию того, к чему вы стремитесь. Более того, раскрытие вашего потенциала. Если же вы наемный сотрудник по этим картам, это как пройти дополнительную проверку вашей квалификации, сдать какие-то экзамены, дополнительно получить какую-то новую ступень вашего развития, аккредитацию, повысить уровень, может быть, получить какой-то разряд. Но сила и жрец – это когда вы уже не просто передаете навыки, но вы являетесь как ведущим специалистом в той либо иной отрасли. Потому что на ваше мнение опираются, с вашим мнением считаются, и более того, вы весомы в той либо иной нише. Поэтому будете пользоваться спросом вы, ваши услуги, ваша авторитарность и экспертность в плане работы. Если же вы работаете сами на себя, то по Королеве Пентакли активное время, потому что это деньги, это возможности, которые к вам идут рекой, это стабильность, это бизнес-идеи, бизнес-проекты, которые вы сможете не только воплотить, реализовать, но и грамотно вести их дальше. Поэтому здесь прекрасные карты. Если рассматривать вопросы финансов, обратите внимание, колесница, прорыв, увеличение доходов, более того, появление дополнительных источников доходов. Например, деньги вы получали, я образно говорю, от супруга и ваша заработная плата. Или же ваш источник доходов основной и какое-то еще новое дело, новый бизнес, вспомогательный. Или есть работа и есть дополнительное хобби, которое вы попытаетесь монетизировать. Единственный аспект по этой карте, что несмотря на рост доходов, увеличение возможностей, здесь этот месяц сопряжен с тратами. Для кого-то это траты на путешествия, на отдых, на поездки. Для кого-то траты на автомобиль, тюнинг, ремонт или же покупка транспортного средства. Но здесь карты у вас благоприятные. Так, вопросы здоровья. Императрица. Но что можно сказать по императрице? Неважно, кто мне смотрит, мужчина или женщина, по императрице это стабильное самочувствие. Прекрасное и физическое, и ваше физиологическое. Потому что это карта стабильности, здоровья и процветания. Для многих здесь актуален вопрос репродуктивной функции, вопрос фертильности. Если планировали зачать где-то рождение, самое время поработать над этим вопросом. Ну а вообще императрица это то, что связано с красотой. Это могут быть и периоды пластических операций, каких-либо инъекций, либо такой вот тщательной, кропотливой работы над собой, чтобы привести свои физические данные, свою внешнюю оболочку в идеальное состояние. Потому что здесь в первую очередь это, знаете, будет лучшая версия себя саму, либо лучшей версией себя самого. Единственный момент, что для мужчины по этому аркану это могут быть проблемы, связанные с гормональным фоном, которые могут влиять на ваши репродуктивные функции. Поэтому эти моменты лучше перепроверить. Так, вопросы личной жизни. Ого, слушайте, я думала только у близнецов так. Я смотрю, весы вы даже близнецов переплюнули по количеству старших арканов. Повешенный. Ну давайте смотреть. Видите, в коконе здесь малыш. Это как вынашивать идею, отношения, их развитие, планы. У кого-то это пополнение в семействе. Соответственно, здесь это как вынашивание цели, идеи, вынашивание ребенка. Для кого-то это вплоть до того, что это подготовка к появлению питомца. То есть вы можете оборудовать свое жилище или подготавливать членов семьи, особенно если там детки, к тому, что у вас появится питомец, как о нем нужно заботиться, как в него нужно вкладываться. Но давайте обо всем поподробнее. Итак, если этот аркан смотреть с точки зрения личной жизни и на данном этапе вы свободны. Давайте проанализируем для вас. Ух ты, у вас здесь падает аркан оракульный, ангел называется. Повешенный ангел, это говорит о том, что в рамках января у вас тут нет знаковых знакомств, но вас хранят, вас берегут для чего-то большего, высшего. То есть вас придут к тому партнеру, который вам действительно по карме и по судьбе. Я вам сейчас даже спрошу, знаете ли вы его на текущий момент. По восьмерке мечей, знаете, но есть какие-то ограничения, либо проблемы, когда, ну, либо по пятой причине, вы не можете вместе быть, либо не получается, и вот из-за этого у вас подрезаны крылья. Ребят, пусть даже у вас сейчас застой в личной жизни, но ситуация, которая для вас ознаменуется переменами. Поэтому здесь, знаете, как не форсируйте события, все случится в необходимое время. Для тех же, у кого любовные треугольники, аркан-учитель, это осознание того факта, что вы друг для друга были, знаете, такими кармическими учителями, вынесли урок, преобразовали свою жизнь, нашли ключ относительно той информации, для чего партнер появился в вашей жизни, какую миссию выполнял, с чем шел. И вот здесь повешено это желание идти в новое. То есть если партнер будет не готов к официальным и стабильным отношениям, потому что здесь карта учителя. Не пугайтесь, что и карты идентичны. В этой колоде задвоенные арканы, но они имеют разную смысловую нагрузку. Здесь это как открыть секрет, открыть предназнамение, ну предназнаменование, открыть предназначение, для чего человек появился, открыть истинное лицо событий. Поэтому здесь карты показывают о том, говорят, что вы проясните для себя эту ситуацию, получите опыт и будет стоять вопрос ребром. Или дальше вместе, или порознь. И вот видите, туз Пентакли указывает на то, что все-таки будете вместе, потому что, кстати, для многих это еще, знаете, как может быть не запланированно, но тем не менее, вопросы зачатия. Туз Пентакли пустить ростки, дать новую жизнь, дать новые возможности. Так, для тех, кто у нас находится в стабильных связях, давайте посмотрим для вас, как для вас будет развиваться событийный ряд. Для вас звезда. Ну, по звезде реализация планов, целей, идей, реализация мечты, достичь той ситуации, к которой вы стремились, достичь поддержки, гармонии, взаимопонимания, реализация совместных планов, совместных идей, достижения цели. Причем повешенные в связке со звездой, это как совместно вынашивать план, какую-то задачу, какую-то идею и вместе идти к этой, реализации этой цели, этой задачи. Ой, и совет у вас, солнце, слушайте, но здесь даже перекрывать нечего, говорю, такого количества старших арканов, я не увидела ни одного знака. Что-то для вас, январь, прям ключевой из всех. Тут солнце, здесь солнце. Ну что, на совет, только посмотрите, здесь в чем разность, сейчас вам объясню, покажу. пришло время нести ясность на болевшие вопросы, которые вызывают у вас слезы, осушить источник, знаете, как свои депрессии, тоски, эмоции, прояснить те ситуации, которые в жизни для вас были знаковыми, наконец-то, знаете, посмотреть на все под другим углом и обрести ту свободу и легкость, к которой вы стремитесь. Но здесь действовать, как это ни странно, нужно с позиции своего эгоизма, потому что здесь солнце, я первооснова, я в центре внимания, ни одна туча меня не закроет, понимаете. Мол, вы можете заставить плакать партнера или партнершу, но не вы будете плакать, это уж точно. Ну что, месяц более чем знаковый, более чем продуктивный, перспективный, обратите внимание, сколько старших арканов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять старших арканов. Я не знаю, что у вас там такого кардинального произойдет, весы, но то, что месяц для вас будет мегазнаковым, это однозначно. Сейчас посмотрим с вами еще неожиданность этого периода. Что у нас здесь? Кольцо, ого, развилка и гроб. О, это принимать кардинальные решения, которые ведут вас к новым событиям. Итак, для кого-то это принять решение относительно второго брака, вторых значимых отношений. Для кого-то принять решение относительно отсечь ненужные союзы, будь то деловые или личные. Потому что, видите, у вас дно колоды всадника, это как с чистого листа, обновление. Первая карта, в принципе, в Ленорман, это как в Новый год с новыми событиями, с новыми начинаниями. Это переезды, это новые возможности, это коммуникация, это благоприятные известия для вас, в принципе, по всем фронтам. И знаете, здесь еще такой момент. Вот это кольцо-развилка, которое здесь ложится, решение, которое повлияет, ну иными словами, на всю вашу жизнь. Почему? Потому что это то, что приведет к новому качеству жизни, к тому, что вы, допустим, боялись, не могли принять решение. Но тем не менее, это знаете, как отсечь всех тех, кто вас тянет на дно. Потому что кольцо-развилка-гроб это в первую очередь разойтись с теми партнерами, которые вас обесценивают. Вот поэтому у вас здесь такие вот какие-то глобальные перемены. Еще, помимо всего прочего, развилка у нас очень часто в связке с картой-гроб указывает на болезненный выбор, болезненное какое-то вот решение. Но оно для вас необходимо, чтобы развиваться и идти дальше по жизни. Для многих это как вопрос неразрешимой проблемы. Но дно колоды-всадник это, знаете, как решение, которое будете принимать очень быстро, принимать интуитивно. Решение, которое созреет само собой, двигаться вперед. Потому что здесь, ну вот сейчас давайте посмотрю. Ну, слово, видите, это то, что касается союзов, касается коммуникаций. У кого-то даже может быть выбор из нескольких партнеров. Вы, наконец-то, определитесь. Или несколько возможностей, будь то работа, что-то еще. Это тогда получить грамотный совет, выбор для себя наилучшие перспективы. Поэтому, ну, мне здесь даже добавить нечего. Процветание, реализация вам. Мы, конечно, все негативные, хотя даже не знаю, что тут можно назвать негативным, только, наверное, вопросы личной жизни. Вот мы их, наверное, закроем. А в остальном мы закроем картами движения, процветания, реализации новых возможностей, чтобы у вас было движение вперед, а также запал и энергия для реализации всех ваших целей, планов и желаний. Чего искренне от всей души вам я и желаю. Вот таким для вас выходит январь 2022 года. От вас, как всегда, буду ждать обратной связи, как для вас отыграется этот расклад, насколько был полезным либо информативным. Поэтому оставляйте ваш энергообмен, ваши комментарии. Ну, а для тех, кого интересуют непосредственно личные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я искренне благодарю вас за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч!